Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Ваша честь, разрешите я принесу возражение на незаконное действие судьи, поэтому я его озвучиваю. Спасибо за такую возможность. Я хочу указать, что судья незаконно лишает меня права сбора доказательств в виде аудио-видеофиксации. Это лишает меня доверия к суду и к суде в частности. И в данных действиях я усматриваю корпорационную составляющую. Безусловно, мое мнение, что данные действия о запрете видеофиксации носят коррупционный характер с целью провести судебное свидание в максимально негласной обстановке. Ну, теперь я вижу, исходя из особенностей запретов, возможно, последует незаконное решение. По аналогии с решением Дошина-Перевизенцева. Скажите, пожалуйста... Кроме того, Ваша честь, я хочу указать возражение, что Вами сейчас нарушены соцсуальный кодекс. Вы запретили... Вы разражаете просто в виде аудио-видеофиксации? Разрешите сказать? Да. Ваша честь, я считаю, это оскорбление суда, сейчас произнесенное. Вот, это считаю, что категорически возражает в виде аудио-видеофиксации, чтобы не повторилось само слово номер два. Значит, Сергей Владимирович, кто Вам сделал предупреждение? Суд Вам сделал предупреждение, что в случае, если Вы сейчас не перехватите видеосъемку, кто говорит Вас из-за вас судебное заседание? Ваша честь, я Вам заявляю... Вы слышите предупреждение? Я слышу. Ваша честь, я заявляю... Вы будете выключать видеосъемку? Ваша честь, я заявляю Вам... А, Елена Кресина, пожалуйста... Вы не даете мне озвучить ответ. Удалите, пожалуйста, отлично... Я хочу сделать замечание... Вы нарушаете Кодекс судебной этики, уважаемый судебный судебный... Судьба Владимирович, возьмите вещи... Ваша честь, я против моего удаления, так как до моего отсутствия судебного разбирательства будет никакой... Я хочу сообщить суду, что в настоящем судебном заседании, наряду со мной, в режиме онлайн-связи, присутствует моя заявленная защита в лице Иванова и Усманова. Поэтому все специальные... Я самовольно не могу уйти, потому что данное требование суда незаконно. Значит, я делаю перерыв до того момента, как отвечать к каким-нибудь перерывам заседаниям. Ваша честь. На каких основаниях вы делаете перерывы? Для какой цели? Закон запрещено внести везло за. Вот на таких целей. Ваша честь. Я хочу указать, потребовать от вас мотивированное решение, основанное на законе. За какие такие проступки вы приняли решение меня удавить до начала судебного разбирательства? До разъяснения регламента, до разъяснения моих прав законных. Ваша честь. Я обращаюсь к вам. Уважаемый пристав Козеев. Вы не исполняете предъявление... Вы не предъявили мне решение суда, основанное на законе, содержащие мотивированное... Выпишите, пожалуйста, в коллега. Так, а это у нас пристав Шония, который уже неоднократно в отношении... Пожалуйста, Сергей Владимирович. Вы сейчас меня толкаете? Я не толкаю, а прошу. А я не могу подчиняться незаконным распоряжениям пристава. Законным распоряжениям, требованиям пристава. Хорошо, я прямо сейчас вызову полицию, присутствует полиция, и мы будем решать этот вопрос. Вызывайте. Только выйдите, пожалуйста, туда. Я на месте преступления вызываю. Ну, идите туда, я еще раз говорю. Каким образом вы хотите? Ну, я не могу составлять. Шония говорит, что давай протокол составлять. Это выполняет законное распоряжение. Кого? Законное распоряжение пристава? А где законное оно, где основание? Здравствуйте. Здравствуйте. Оператор, ваша фамилия, пожалуйста. Вот так, мы знакомы уже с вами, да? В здании, в здании, в здании Балашихинского городского суда, в кабинете судьи Ковзаревой, сейчас совершается преступление на незаконных основаниях, на незаконных основаниях судья. Пристав Козеев и пристав Шония требуют меня покинуть зал судебного заседания. До начала судебного заседания, до разъяснения моих прав и законных интересов. Конфликта нет, законные требования судья, судья Ковзарева не предъявляет. Для какой цели вы нависаете надо мной? Я не могу сказать, пожалуйста, покинуть зал судебного заседания. Я прямо сейчас в зале судебного заседания Ковзаревой ожидаю наряд полиции. Ожидайте, пожалуйста, вне зала. Адрес Балашихинский городской суд. Тем более, видео, аудиосъемки запрещены без заседания. Сейчас я в интернете посмотрю. Уважаемый Шония, если вы приведете незаконные требования, я подчиню всем. Если нет законных требований, я не знаю, чему подчиню. Приведите, пожалуйста, законные требования. На каком законе вы сейчас требуете? Где решение законно обоснованное решение судей? Обжаловать все наши дети. Шония, где законное, мотивированное, обоснованное судебное решение? Которое неправомерное, пожалуйста, покиньте зал судебного заседания. Я ожидаю вызванный мной наряд полиции. Пожалуйста, ожидайте. Я ожидать буду на месте преступления судей. Я не имею законного права покинуть место преступления. Я показания буду давать на месте совершения преступления судей. и приставам Козеевым и Шония. Зачем это ваше мнение? Погиньте зал. Если судья вынесет законно-мотивированное решение и провернет мое мнение, я, возможно, подчинюсь, если оно будет основано на законе. Еще раз, Поехали. Захара, вы на связи? Не собираетесь покидать зал, пойдем заседать. Захарова. Я ожидаю наряды полиции. После приеда до наряда полиции, мною будет подано заявление. После подачи заявления... Захарова? Захарова? Алло. Московский проезд, дом 1. Здание Балашигинского городского суда. Первый этаж. Подскажите, какой номер кабинета судьи Кобзаревой? Кабинет судьи Кобзаревой, напишите, пожалуйста. Пристав Шония отказывается сообщать мне номер кабинета. Как долго? Спасибо. Сергей Владимирович, прошу покинуть зал заседания. Разрешите, я сейчас... Все вопросы решайте в коридорчик. Вас туда никто не выгоняет. А я не ухожу из суда. Потому что я на законных основаниях здесь находлюсь. Сходите, пожалуйста, на скамеечку туда. Не мешайте работать в суду. Я не мешаю, я молча сижу. Своим предповедением я никому не мешаю. Вас отложили сейчас пока, перерыв сделали. Идите, пожалуйста, в коридорчик. Я молча здесь уже никому не мешаю. Я еще о вас говорю. Какие ваши законные требования, уважаемые Козеевы? Я пытаюсь уже вот что-то делать. Федеральный закон 118. И там статьи. Что я могу применить вам сейчас? Гласит о чем? Уважаемый Козеев, вы уже против меня применили физическое насилие... А если хотите, по настоящему применю. Вы уже угрожали мне опустить почку, я это помню. Но это не означает, что... В федеральном законе 18, статья... И в федеральном законе нет основания опущения почки гражданина. У вас, наверное, их нет вообще. Вы бессовестным образом себя ведете. Это не дает вам права приступать к закону. Кодекс и ваш регламент и инструкцию. Вы не будете мне законные требования свои озвучивать? Реклонные требования, как я уже зову судим за себя. Не будете? То, что вам приступ сказал? Ну, что он сказал? Он не привел законных требований. Судья Кокзарева не привела. Козеев не привел. А в чем основана законность ваших требований? Не помню, не требования. Приступ составляет по такому-то... Ирин, слышишь? Что сейчас делают Шоня и приступ Козеев? Что вы сейчас делаете, уважаемый? Уважаемый приступ Козеев, что вы сейчас делаете? Административный протокол. Составляете на каком основании? На основании, что вы выполняете закон требований судей и судебных приставов. Ну, вы укажите основания? Статья 1, 117, часть 3, пункт 2. 117 вы ошибаетесь. Вы не знаете норм права? 17, говорю, а не 117. Вы не знаете КОАП? Мне не надо ваш КОАП. У меня свой федеральный закон. А у вас какой закон? 118. Была 118, сейчас 118. 118, статья 17, часть 2. Так, о чем она гласит? Вы препятствуете законным требования судебным приставам? Так. Исутие. В чем заключается препятствие незаконным требованиям? Ирин, что-то нет, была Ромка, в связи. Не могу понять, чем делать. Наверное. Наверное. Сейчас слышу вас, но на тихой связи. Пристав Козеев вместе с Шоней составляют протокол. Ни Козеев, ни Шоней не назвали законных требований. Своих требований. Законные требования судья и судебный пристав. Может быть сейчас вы укажете законные требования. Судебное засчитание. А, уважаемый пристав Козеев. Я обязан не любые исполнять требования, а только законные. Вы согласны со мной, Шоня? Законные, именно законные требования. В чем состоит ваше законное требование? Чтобы покинуть зал судебного заседания. А в чем законность-то? Пойдемте, я вам предъявляю. Предъявите здесь, вы наизусть должны знать. Я-то знаю. Предъявите, пожалуйста. Если вы считаете... Предъявите, я хочу услышать от вас. Вы не услышали. Если вы можете все мои действия обжаловать. А, Ирина... В должностному лицу, так же и в дальнейшем. Нет, уважаемый пристав, я вам даю право такое обжаловать мои законные действия в законном установленном порядке. Вы не имеете право обжаловать. Я имею, и вы имеете. Я поэтому вам это предоставляю право. И поэтому, пожалуйста... Будете обжаловать мои незаконные действия? Мы просто имеем право применить даже физическую силу. Примените. Если вы считаете, что имеете право. Я считаю, что это ложь с вашей стороны. Да. Шоня и Козеев, вы выполняли распоряжение судьи? Сейчас. Шоня и Козеев. Или это ваша инициатива вывести меня из зала? Козеев, вам вопрос. Ответьте, пожалуйста. По честному. Ну, по честному, по закону, конечно. Чье это решение вывести меня из зала? Ваши или судьи? Вы сейчас чем руководствуетесь? Распоряжением судьи или своим внутренним убеждением? Козеев. Козеев молчит, не указывает на чем. На чем распоряжение основано его действия? Аспорт, давай отсюда. Не буду давать. Не могу давать. В судье установлена моя личность. Я не скрываюсь, но я скажу. В судье известна моя личность. Козеев, я хочу вам сообщить, что за нарушение порядка в судебном заседании... Шоня, и вам тоже вещай. За нарушение порядка в судебном заседании... Привлечение гражданина осуществляется судьей. К административной ответственности судьей. Председательствующим судьей. Козееву я хочу об этом сообщить. Под видеофиксацию. Сейчас, Козеев, вы нарушаете кодекс административной практики Российской Федерации. А также вы сейчас превышаете свои должностные полномочия. Пристав Козеев. Я говорю паспорт, давай ты отпишите. Какие серии номеров? А я обязан это делать? Дело в том, что, Ирин, мои данные есть о судьи. Я не имею права судебу ходить и перевернуть. Вы на чем сейчас решение? Предивите паспорт. Вы действуете сейчас от какого лица? От себя лично или от судьи? От судя на приставы. Именно от какого? От моего. Вы сами приняли решение удалить меня из зала. Вам принял решение судья. Или вам кто-то приказал? Вы сейчас все это распоряжение выполняете или самовольничаете? Вы по дурачка хотите что-то? Паспорт предъявите, пожалуйста. Паспорт не вовремя. Вы как гражданин. Я требую вас стирая закону судебных приставов 118-й. Кога я предъявит меня паспорт. Кога я предъявил? Кога я предъявил? Документ. Для какой цели вам нужен мой паспорт? Для составления административного протокола. Бо в федеральном законе. Основания для составления административного протокола. А можно вас сюда попросить стать, чтобы я вас обои снимал? Паспорт сюда сперва. Я должен откселить. Вы сейчас вложу до нас шляйте. Что вы написали в протоколе? Паспорт ваш. Я еще не написал. А что вы сейчас сделали? Ваши там я должен дописать. Здесь основания должны быть. Статья должна быть. Вы это написали? Я ваш паспорт. Да, я все фиксирую. говорите погромче так вы хотите мои личные вещи взять я ожидаю вызванного наряда полиции уважаемые пожалуйста в коридоре я все фиксирую чтобы вы не приняли ко мне никаких насилий потому что вы будете потом выдумывать я знаю я буду применять спецсредства наручники для какой цели я же никому противодействие я сижу просто вы мои личные вещи берете я против я запрещаю вам брать мои личные вещи что не я пожалуйста мои личные вещи не козеев пожалуйста вы что делаете козеев что вы делаете что вы делаете что делаешь ты меня толкаешь козеев шоня козеев меня толкают на каких законных основаниях вы это делаете шоня вы чашкой сделали на талина меня козеев напал на меня на каких основаниях вы напали на меня вы сейчас не толкнули что сейчас меня толкнули для чего вы толкаете меня